Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Все о кроссовках. Представляем вашему вниманию Nike Overbrake. Это своеобразный гибрид классической модели Nike Daybrake и современной Overreact. Кстати, видео о мусорных дебрейке, о сандалиях Overreact Ispa вы можете посмотреть на нашем канале, ссылки оставим в описании. Забегая вперед, хочется сказать, что кроссовки получились просто великолепными, они необычайно комфортны, огромная подошва и шикарные пены React чудесным образом амортизирует, модель обладает футуристическим дизайном и идеально сидит на ноге. Ее однозначно можно рекомендовать как обувь на каждый день для продолжительных пеших прогулок. И, как всегда, перед началом очень просим вас подписаться на наш канал и проявлять свою активность в комментариях. И тем самым вы помогаете нам не терять мотивацию выпускать новые видео. Итак, поехали! Вверх кроссовок полностью синтетический, основа заготовки это искусственный нубок, дополненный элементами из плотной ткани, но, в общем, сильно напоминающий льняную. На заднике имеется кожаная накладка, опять-таки, ненатуральная. Сушь также выполнен из искусственной лаковой кожи серебряного цвета, выглядит просто космически. Подкладка тут состоит из двух видов синтетической ткани с небольшим слоем мягкой набивки. Внутри по бокам и верхней части задника для максимальной фиксации пяточной части стопы и всей стопы в целом. На просвет кроссовки смотреть не имеет смысла, они достаточно плотные. Для использования в жаркую погоду они совершенно не подойдут. Их комфортно эксплуатировать до плюс 25 максимум. Поэтому на весну самое то, ну или для прохладных летних вечеров. Язычок тут достаточно тонкий, сделан из того же материала, что и боковые накладки. По центру фиксируются петлей и шнуровкой. Шнурки тут просто огромные, впервые с таким встречаюсь. В диаметре они миллиметров пять. И также выполнены из синтетических волокон. Завязывать их тоже дело непростое. Нужно привыкать, ведь все-таки пальцы привыкли к несколько ином. Но это больше фишка этой модели, поэтому такие шнурки однозначно плюс. Стелька тут изначально довольно плотно приклеена, но она без проблем вынимается для просушки или замены. Она тут довольно заурядная, не технологичная, но свою функцию выполняет на 100%. Перейдем к подошве. Как было сказано ранее, подошва большая и объемная. Она отливается из высокотехнологичной пены React, которая используется для улучшения амортизационных свойств беговой и другой спортивной обуви. Здесь React не пожалели и высота подошвы достигает 5 сантиметров, что делает пользователя этих кроссовок заметно выше. Мне, коротконогому, самое то. Так вот, подошва очень классная, она довольно мягкая и одновременно упругая. Она просто максимально комфортная, по-другому и не скажешь. Протектор тут очень необычный, чем-то напоминает скелет кораллового полипа, ну или головной мозг. Ну это у меня фантазия такая. Для улучшения тракции и износостойкости в подушечной и пяточных долях подошвы и на носке используется накладка из резины. Также резиновая вставка имеется вот в этом месте в виде круга. Не особо понятно, почему она расположена именно тут, а не где-то в другом месте. Если вы знаете, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Теперь о первом впечатлении. Кроссовки обладают просто феноменальным комфортом. Они достаточно плотно облегают стопу и надежно фиксируются шнуровкой. Шнуровкой, амортизация у них отменная. Не прибавить, не убавить. Ходить в них одно удовольствие возможно, задумаясь над приобретением данной модели. Но еще сомневаюсь, ведь дома уже особо места не хватает для хранения. Нужно отметить, что на обзоре у нас размер 8,5 US, что на пол размера больше, чем мой стандартный. Но я бы ни в коем случае не брал свой размер, а ставил бы именно 42 европейский. Поэтому могу смело заявить, что модель немного маломерит. И это происходит, скорее всего, из-за вот этой вот резиновой накладки, которая закрывает носочную часть. Если брать кроссовки по размеру, то она может давить в пальцы. А так нога чувствует себя вполне комфортно, если взять на пол размера больше. Что по ценам? На данный момент на официальном сайте в США доступен всего один Colorway. И цена на эту модель 140 долларов, что более чем адекватно и недорого за такие кроссовки. После официального релиза в продажу поступило еще несколько расцветок. Помимо нашей и черно-белой, в принципе, есть и чего выбрать. Особенно, кто любит яркие цвета. В принципе, все. Давайте смотреть, как эти кроссовки выглядят уже непосредственно на ноге. Субтитры сделал DimaTorzok Это был обзор Nike Overbrake. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забывайте комментировать. Субтитры сделал DimaTorzok